всем здравствуйте и снова здравствуйте я уже так понимаю что у меня новости каждый день можно назвать вот ну я просто хочу показать то что я поменял отталкиваясь от комментариев которые были оставлены предыдущем видео вижу что людям не все равно что я делаю не все равно что получится в итоге и поэтому вот делаю поправки исходя из того что захотели увидеть со стороны то есть как бы виднее правильно же то есть было что сказано в первую очередь добавить насечку удлинил да посерьезнее как-то массиве даже смотрится не знаю настрее нарываюсь на насечка в руке да хорошо мне не острая нет не царапается прям чтобы какого-то стрючий такая но и не рассказывает прямо цепляет хорошо вот с такой вот шлифовкой оставил да как она была вот этот матовость туманность эллибиона блин как бы так потому что не знаю нас может так интересно я не стал ее все убирать протереть надо было не стала подряд все фигачить ну и плюс разница по стоимости будет естественно тоже удлинил насечку и тут также удлинил более массивной такая вообще цепляется чудно прямо в при помощи в пальце не стащишь даже насколько цепляче но три клина вот так вот зашли фону да это не идеально конечно же но уже намного дальше чем вот там примеру но они в цене дороже теперь то есть как не крути видно на облесках да все эти изъяны не видны но если так вот прямо под лампочкой которая ты выделяет их прям так вот когда просто без лампочки смотреть но настолько все это полосато до насечку также у всех добавил конечно молекуне с руки добавлять уже с руки когда сразу начал сразу фигачь на следующие моменты учатым обязательно учту то есть вот эти все остальные три глинка они уже с другой шлифовкой по лезвием вот так он сможет вот уже вы когда вот так вот без лампочек таких вот 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 так это выглядит а с лампочками уже сейчас покажу бог лапочки вот так насечку также удлинил здесь не стал потому что здесь как-то на нефти маленько даже и завершающий клиночек тоже с добавлением носички и шлифовкой уж я не знаю некоторым людям вот может нет даже все равно там что он выходит дороже вот так он в реальности вот вот так в реальности выглядит примерно так вот ну никак не не вот так вот это прям уж реально надо стараться под лампочкой поймать такое отражение выделяющие насечка да держит прям клиночка висит на пальце вот то есть учел поправил на любителя то есть три более шлифованных два вот как вчера в этом с матовостью такой вот это сатином таким прям мощный мощный прямо статьи так назвал дальше какие еще были предложения производить из черного рога сразу скажу что даже не буду браться почему причина причина две по сути во первых мне его нет чтобы его закупить нужно сейчас тысяч 20 в свободном плавании у меня в принципе можно подыскать эти деньги но оно того не стоит потому что есть вторая причина вторая причина это то что рог 80 процентов из 100 его уже на готовом изделии спустя недельку как он полежит на складе его прямо реально вот так прям вот закручивать так что прямо у вас даже не то что по центру не будет падать у вас будет прям с шаркой даже об оправу какую-то правую левую в районе клинышка рассыхается как-то размыкает я не знаю как это происходит тоже все расслаивается разваливается это хорошо который бритвки я приезжаю на складе и ничего не сделалось этот удачный момент но как угадать а все это в минусы в минусы а тем более если уже это вот у вас в руках произойдет это двойная неприятность бритва должна радовать а не приносить какие-то там разочарования неудобства поэтому с рогом не хочу связываться прям ну никак не хочу прям он реально раздражать даже вот кость вот белая кость это может подвести но это уже редко это уже редко но кость тут не лезет никаким местом а размеров больших кости вообще нет в природе я все обыскал нет плашек именно можно что мужики вот денёк и проковырялся практически целый день и у меня тут неудача за неудачей то есть не мой день с оправами но с одной стороны а с другой так должно было случиться давайте сразу покажу что у меня получилось что не получилось вот это все как видите мусор плюс к этому всему вот эти вот вот эта оправка в минус где она тут у меня вот подкрошилась это внутренняя трещина по всему бруску нашла у меня по этой по доске здравейный я доску с обкупай большой то есть это раз два три четыре оправы и пятую я где-то уже выкинул пять пять оправ заготовил пять оправ выбросил вот из них вышло две почему я их выбросил потому что я всегда когда произвожу то есть оправы я над ними так издеваюсь то есть так их там выкручиваю выверчиваю чтобы если вдруг что-то где-то там не так то есть чтобы у вас это не произошло вот так вот и вот они не выдержали вот этих нагрузок как будто не прошли испытаний к сожалению ну жалко да все но что делать бывает и не такое еще похлеще бывает поэтому выпады выводы какие да то есть вот три опять разобрал я их вот здесь удивительность и рекорд тоже зерикод а выдержал ну есть что удивительно здесь вот трещинка совпало с распилом а здесь я не совпало поэтому я ее ломал ломал издевался издевался никак клёпочки без шайб в этот раз делаю посмотрел что-то громоздкое уже лишнее при 3 миллиметрах диаметре вот так вот ой так это раз получившиеся ну-ка я не посмотрел вот кстати опять минус древесины давайте посмотрим давайте посмотрим нет вообще-то видно видно видите не идеально посередке идет вот сюда чуток уже минус но это чуток это не влияет потому что там еще и даже правится древесина и вот G10 почему сделать G10 потому что вот это вот лопнуло я ее решил заменить просто G10 уже даже так вот ну если протереть надо она полированная красивая выглядит кстати очень неплохо но залапанные во время работы тоже клепки вот так вот вот все залапано все будет протерто конечно так что не пугайтесь внешнего вида здесь идеально идеально все ровно здесь просто придраться ну никак легкость прочность туго очень зажал вот это вот вот прямо она во ее даже не страхнешь насколько туго ну как бы потом подтяжек точно не потребует прям вообще тугняк тугняк слово какое идеально в общем решил я так для этих трех оставшихся кленов никаких больше материалов вообще нафиг потому что даже вот такие вот материалы они не выдержат я уже это понял это вот для таких вот кленов они любые подходят у меня есть G10 еще вот такая вот но синего цвета сейчас вам покажу секунду прям вот то есть можно синюю сделать но сегодня по любому стану пойдут за такой же вот но за черным за черным цветом как бы вот такие чтобы не выходили потому что черные более классические хотел сделать из акрила не выдерживает при производстве пробников не выдержал акрил в общем 7 восьмых вот такие клены это вам скажу не каждая фиговина подойдет из рога выдержала бы но что его закрутила бы процент огромный просто огромный поэтому в сторону рога вообще даже теперь не думаю и зацените то есть вот если бы я лично сейчас вот данный момент выбирал о тут даже не получится вот вот где вот где она висит видите центр тяжести потому что оправа очень твердая очень упругая такая и сверх легкая тут она тоже легкая но она уже более массивно смотрится вот практически здесь чуть-чуть смещена вот в сторону но посмотрите сами это раз это два да вот в общем так вот то есть думал я решал я не нарешал я вот так вот сделать то есть G10 для разнообразия возьму даже может быть то есть у меня черную синий у меня есть может какой-то еще зеленый цвет какой-нибудь салатовый там даже я не знаю может красный вот что-то такое для разнообразия и на этом остановлюсь и чтобы у меня было меньше проблем и у вас вообще их не было в использовании при использовании дальше вот тоже меня спрашивают почему там где-то там что-то опять к примеру если вот допустим вот сломала вот к примеру а вот эта заготовка стоила 680 рублей без выработки там не тратится ни на что к примеру вот эта заготовка вообще стоила где-то под 800 рублей только в заготовке как быть то то есть вы вкладываете стоимость бритв нет не вкладываю то есть это было бы подло с моей стороны потому что если бы я так делал то какого перепуга вы должны платить за то что у меня пошло в брак надо было предусмотреть что это так произойдет что это будет вот и поэтому нет я просто иду в минус просто с каждым разом все больше и больше то есть этот минус он копится и в итоге когда-нибудь все это закончится но я до этого когда-нибудь надо еще дожить вот поэтому как бы я тут не сильно беспокоюсь так что все в принципе на сегодня стопы возьму теперь G10 и сделаю из G10 разных цветов вот так вот судьба то да повернулась ну что ж ладненько пока покажу готовые бритвы что я не знаю я не знаю я не знаю вот да